Американская Мазда Подержанный японский минивэн в приличном состоянии за скромную сумму Бывают ли такие чудеса? Сегодня проверим Мазду МПВ Ух ты, какой автобус! Здравствуйте! Возите всю семью разом Да, сюда помещают самые дорогие мне люди Что делать, если требования к автомобилю противоречивые? Мощный и вместительный, семейный и экзотический Как вариант купить Мазду МПВ Ярослав Левашов, автокритик, эксперт по оценке автомобилей На наших дорогах львиная доля этих машин из Америки Как эта? Здесь коррозия вместе с тыком ветрового стекла и крыши Лечение дорогое, решение остается за владельцем автомобиля Это самый мощный двигатель МПВ 3 литра, 6 цилиндров, 203 лошадиных силы На экономию не рассчитывайте А какой расход в городе? 95-го, 15-го, 92-го, 18-го Ого! Конструктивный мотор без особых изысков долговечный Наиболее частые проблемы с топливной системой и зажиганием Если не помогает замена свечей, придется менять катушки зажигания Другое больное место Топливные форсунки Их советуют только менять, а не промывать Иначе попадете еще и на дорогие кислородные датчики На американках их 4 И 2 катализатора Экология Если не знаете, когда на машине меняли топливный фильтр Советую это сделать сразу после покупки И обойдется это дороже, чем вы думаете Для этой машины компания Аком Крупнейший производитель аккумуляторных батарей в России И поставщик на конверы ведущих автопроизводств Рекомендует аккумулятор Аком Емкостью 60 Ач Он обеспечит запуск двигателя при любой погоде Сочетание темного и светлого жесткого пластика Примитивные органы управления И конечно, кочерга автомата под рулем Повадки у машины легковые На газ реагирует довольно резво Управляется легко Вот только в поворотах сильно кренится Веселые старты этой модели противопоказаны Довольно мощный мотор передает нагрузку на тонкие шрусы А им не просто ускорять тяжелый кузов Приводы деформируются Здесь никаких технических новаций Все просто как на советской классике Даже сзади балка Выбирая не самый распространенный автомобиль Помните, запчасти будут дорогие, оригинальные А любителям БУ запчастей надо учитывать Ближайшая разборка МПВ в США Серьезных проблем под машиной я не нашел На подходе задние амортизаторы И надо заменить прокладку поддона Салон очень просторный Кресла перемещаются в разных направлениях Ух ты! Даже стекла задней двери с электроприводом Мы сложили задние сидения И у нас поместилось все Попробуем развернуть этот аквариум Семь движений Для автобуса нормально К бордюрам паркуется легко Есть повод проверить угол въезда Двадцать пять Мы звери Этому автомобилю противопоказано даже легкое бездорожье Иначе семья поедет с дачи на электричке У МПВ очень тонкий металл Даже американские эксперты поставили ей за безопасность Троечку Большая площадь остекления обеспечивает приличный обзор В хорошую погоду А что будет в дождь и грязь? Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Дворники оставляют большую слепую зону Зеркала остались чистыми Но через грязные боковые стекла У них очень плохо видно Бдительный хозяин может охранять эту Мазду и днем и ночью И даже жить в ней Но угонщиков эта машина не интересует Для нормальной эксплуатации В эту машину придется вложить 1015-20 А если полностью приводить в порядок То раз в 10 больше Ну стоит ли? По-японски надежный семейный минивэн Но если что-то сломается Не хватит ни денег, ни нервов Удачи! Спасибо!